Всем привет! Я решил обновить инструкцию по созданию геймпассов, потому что на сайте Роблокса немного изменился интерфейс и меню выглядит совсем по-другому. Итак, первое, что нам надо сделать, это открыть браузер. Дальше вводим адрес roblox.com. После того, как страница загружается, нам надо в самом низу нажать надпись «Продолжить в браузере». После этого вводим логин и пароль. У меня все логины сохранены, поэтому я просто выбираю какой мне надо. Дальше меня снова кинуло на эту страницу и надо снова выбрать «Продолжить в браузере». И вот наконец-то мы попали на главную страницу Roblox со своим аккаунтом. Здесь сверху нам надо выбрать надпись «Create» или «Создать». И мы попадаем на портал разработчиков. Листаем вниз, здесь мы видим свой «Place». И у этого «Place» надо нажать вот сюда, где разные надписи. Итак, у нас открылась страничка самого «Place». Здесь нам надо сверху выбрать вот эти три полоски, открыть меню этого «Place». Мотаем это меню в самый низ и здесь есть кнопочка «Пассы». Если у вас написано все по-русски, то возможно тут написано «Проходит» или что-то в этом роде. Либо просто отсчитайте четвертый пункт снизу. Теперь у нас открылись все наши пассы, которые есть в этом «Place». У меня их есть уже три. У вас, скорее всего, здесь будет пусто. Нажимаем кнопку «Создать пасс». Теперь нам надо ввести название этого пасса и его описание. В название пишите какие-нибудь простые приличные слова, иначе Roblox может вас забанить, если вы напишете что-то плохое. Также здесь можно поменять картинку, но можно ее и не менять. Останется вот этот вот желтый билетик. После того, как ввели название, нажимаем внизу кнопку «Создать пасс». Все, геймпасс мы создали. Теперь нам надо этому геймпассу установить цену. Нажимаем на этот геймпасс и здесь снова вызываем верхнее меню через три полоски. В этом меню мы выбираем пункт продажи. Дальше нам надо переключить вот этот вот переключатель, установить, что этот геймпасс продается. Дальше мы можем указать цену для него. Цены вводите разные. Лучше всего создавать много всяких геймпассов с разными ценами. Три робукса, пять, десять, пятнадцать, двадцать и так далее. После того, как цену установили, нам надо вернуться в наши пассы. Нажимаем вот здесь вот на три точки и выбираем из этого списка геймпассы. Вот мы вернулись к нашим пассам и видим, что у этого геймпасса уже есть цена. А теперь создадим еще один геймпасс, но ему мы уже поменяем картинку. Итак, нажали кнопку «Создать геймпасс», написали название, дальше нажимаем на кнопку «Изменить картинку». Откроется ваша галерея в телефоне и вы можете из нее выбрать картинку, которая у вас есть. Картинки можно скачивать с интернета, можно сделать какую-нибудь фотографию, либо самому что-то нарисовать. Но помните, что картинки надо тоже выбирать приличные и нельзя ставить никакие фото людей, иначе роблокс может вас забанить на несколько дней. После этого листаем вниз и нажимаем кнопку «Создать пасс». Всё, геймпасс у нас создался, теперь заходим в него, чтобы установить цену. Нажимаем на три полоски, в меню выбираем «Продажи», ставим переключатель, что этот предмет для продажи и указываем цену. Внизу нажимаем кнопку «Сохранить изменения». Теперь опять нажимаем на три кнопки, возвращаемся к нашим пассам и смотрим, что у этого геймпасса теперь тоже стоит цена 250 робуксов. На компьютере, в общем-то, всё создаётся точно так же, только вам не надо будет нажимать на три полоски сверху, а у вас слева будет открыто меню. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии, я обязательно отвечу. Ну а на этом всё, всем удачи, всем пока!